Добрый день! Я Георгиевская Татьяна. Рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Сегодня речь пойдет об эвкалипте, как он размножается, как растет, еще интересные факты о нем. Эвкалипт от греческого эвкалипто переводится как эвлага, эвкалипто, закрывать, закрывать, закрывать. Эвкалипт может достигать 100 метров в высоту. Здесь не совсем большой экземпляр, ему, наверное, где-то лет 30-40. Самая цена, это, конечно, плоды. Это плоды, из которых можно потом получить семена. Обычно эвкалипт размножается семенами. Цветет в течение трех месяцев, пока созревает бутончик. После цветания у эвкалипта образуются коробочки, в которых есть семена. Эти коробочки гладкие, сейчас еще идет период созревания, и он длится в течение года. То есть там вызревают семена, примерно от 2 до 17% это вызревшие семена, которые впоследствии дадут новые растения. Сами коробочки, они либо гладкие, либо немножко ребристые. В данном случае гладкая коробочка. Когда семена вызрели, коробочка на конце раскрывается. Таким образом получаем семена. Нашла еще даже цветочки, остатки цветочков. Уже сформированы коробочки. Ну вот еще один цветочек. Вот как формируется. Такого нежно-желтенького цвета. И вот здесь еще попышнее, ближе. Вот такие вот цветы. Во время цветения такой нежный, приятный аромат, медовый, медовый запах. Он немного присутствует. И, конечно же, привлекает большое количество пчел для пыли. Как прорастить семена? Я думаю, что вы знаете, но напомню. Берем семена эвкалипта. Высаживаем их в отдельный стаканчик пластиковый. Обязательно сделайте отверстие на дне. Всходят достаточно быстро эти семена. В течение 5-7 дней уже появятся всходы. И затем уже, когда третий-четвертый листочек, уже можно пикировать такие растения в отдельный горшочек. Очень полезные свойства у эвкалипта. Если у себя в квартире вырастить эвкалиптовое дерево, то обогащает и кислородом, и фитонцидами наполняет. Листья эвкалипта высушивают и заваривают из них чай. Он очень хорошо помогает при каких-то простудных запаливаниях. И еще укрепляет иммунную систему. Если вы любитель бани, из эвкалипта можно сделать прекрасный веник. В Австралии лист эвкалипта располагается по меридианам. Края листьев повернуты на юг и на север. А, соответственно, плоская часть листа повернута на восток и на запад. Поэтому его называют компасным растением. То есть он четко сориентирован по сторонам света. Обратите внимание, листовая пластина стоит ребром. И это происходит из-за скручивания черешка в одной плоскости с веткой. Таким образом практически не дает эвкалипт тень. Видите, вот здесь вот. Здесь особенно хорошо видно, вот на этой ветке, что листья не вот так расположены. Видите, они повернуты. И этот точно так же. И следующий. Поэтому под эвкалиптом вполне возможно высаживать какие-то светолюбивые растения на своем участке дополнительно. Как правило, под крупными деревьями всегда у нас тень. И очень сложно подобрать. И даже не все тенелюбивые растения растут под крупными деревьями. А тут вполне можно сочетать эвкалипт с какими-то другими растениями. Если вы надумаете выращивать эвкалипт в домашних условиях, пожалуйста, обратите внимание на почву. Эвкалипт не терпит пересыхания земляного кома, но и перелива тоже не любит. То есть тут нужно выдержать этот баланс. И, конечно же, он, так как это южное растение, он очень любит солнце. 20-30 сантиметров у вас кустик. Прищепните крайние веточки чуть-чуть. И тогда он начнет куститься, более густым быть. Если вы этого не сделаете, то он вытянется. Тут просто палочка и наверху немножко листика. Не очень эффектно будет смотреться. Он бывает разной формы, но можно подобрать в плакучую форму. Вот как здесь с тонким продолговатым листом. Так как он вечно зеленый, если у вас позволяют погодные условия вырастить его в открытом грунте, то он очень хорошо будет смотреться и как солитер, и в композициях с другими растениями. Эвкалипс встречается разных видов. У эвкалипта радужного кора, когда частями отслаивается, у него она разных цветов. Оранжевый, зеленый, фиолетовый, красный. И таким образом, когда она постепенно отслаивается, ощущение визуально такое, что ствол просто разрисовал какой-то художник разными цветами. Но на самом деле это такой замечательный эвкалипт. В русском варианте эвкалипт называют комедистое дерево дивное дерево. Почему? Потому что ствол эвкалипта выделяет камень. Вот здесь, посмотрите, в одном месте при травмировании ствола вышла эта камень. Посмотрите, обратите внимание на сам ствол. Он чешуйчатый и серого цвета. Эвкалипты вообще различаются по своему стволу. В данном случае у нас вот эти деревья, которые целая аллея здесь, это чешуйчатый коры. То есть кора в виде таких, она серого цвета. И у нее такие бороздки по коре. И есть также гладкокоры, где ствол совершенно гладкий, он скидывает кору. То есть кора отслаивается от ствола во время роста дерева. Еще есть отличный один экземпляр эвкалипта, который очень хорошо подойдет для комнатного растения. Он называется эвкалипт лимонный. Почему за его, как вы догадываетесь, приятный запах, приятный аромат? Это что-то между лимоном, мятой, тимьяном. Получается такая замечательная смесь этих запахов. Конечно, у эвкалипта очень приятный специфический запах, такой расслабляющий у любого эвкалипта, у любого вида. И это здорово. Если у вас появилось желание вырастить у себя эвкалипт, либо на участке, либо в домашних условиях, я желаю вам удачи, потому что это такое растение, которое действительно принесет огромную пользу вам и вашей семье. А с вами была Георгиевская Татьяна. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»